Всем привет! Сегодня 2 мая 2020 года. Мы с вами давненько не были на Русановском мосту. Это мост метро и автомобильный, напоминаю, через Русановскую протоку между станцией метро Гидропарк и станцией метро Левобережная. И вот сегодня мы приехали посмотреть, что здесь происходит. У нас было, если вы не знаете, много обзоров, как его ремонтировали. Потом мы здесь долго не были, потому что здесь вроде бы как работа активных не велась. И сейчас мне опять сообщили, что здесь какие-то работы возобновлены. Поэтому мы смотрим, что у нас на Русановском мосту. Не забываем подписываться на наш канал, вступать в нашу группу в Facebook. Также напоминаю о своей небольшой просьбе. У нас сейчас заканчивается диск внешний для нашего архива, наших обзоров. Я заказал новый диск, поэтому я обращаюсь к тем, кто поддерживает традиционно наш канал, за помощью, чтобы выкупить этот диск и чтобы у нас ничего не пропало. Всем большое спасибо за помощь и смотрим, что у нас на Русановском мосту. Прежде всего, о чем мне сообщали наши зрители бдительные, это что начались работы по реконструкции стенки, которая отделяет линию метро от автопроезда. Предполагалось, что она будет меняться, но мы сейчас чуть позже подойдем к ней и я вам покажу, что судя по тому, что я там вижу, очевидно, там будет другой способ применен. Также мы можем констатировать, что пока еще никуда не убирались фонари, опоры освещения старые, которые раньше освещали дорогу и освещали линию метро. А теперь, судя по всему, насколько я видел, они освещают до сих пор линию метро, потому что там какие-то есть несогласования в старой и в новой системе. Но вроде бы собираются скоро их уже демонтировать, но по крайней мере пока на сегодня я видел так. Хотя, если вы заметили, что может быть за последнее время что-то изменилось, потому что я пока еще не могу оценить сам это еще светло, то сообщите мне в комментариях. Каких-то существенных изменений я пока не вижу, разве что больше, еще больше обрисовали несознательные элементы, отремонтированные все откосы, балки и прочее. Видите, они все сплошь до рядом в каких-то надписях. Но что здесь поменялось уже так заметно, это мы видим, что облагородили наконец-то лестницу. Напоминаю, что здесь был еще каркас металлический, когда мы здесь в последний раз были. И сейчас тут, судя по всему, этот каркас был залит бетоном, сделана какая-то защита, покрашено все. И очевидно, какое-то покрытие нанесено, которое должно защищать бетон от разрушения и выполнять функции несущего слоя. Также были поставлены и ограждения, чего мы раньше с вами не видели. Я уже плохо помню, честно говоря, было ли здесь рыштуванья, когда мы здесь в последний раз были, но сейчас его нет. Но тем не менее, какие-то подмасти еще остались. То есть, очевидно, еще не до конца проведены работы по защите, по восстановлению железобетона в конструкциях. Хотя я здесь не вижу какой-то активной работы. Также до сих пор еще ничего не сделано с системой ливнеотвода. Хотя, напоминаю, там делались заделы под ливнеприемник и под коллектор. Также мы видим, что уже полностью завершена свежезабетонированная стеночка, откос. И уже, как видим, успели обписать даже внутри балки. Хотя для кого это было сделано, абсолютно непонятно, потому что здесь особо и читателей нет. Сейчас мы находимся под пролетом метро. Да, видим, на первом пролете здесь есть следы восстановления. Там дальше вроде бы еще идет работа какая-то. Но сейчас мы ее не видим, потому что уже 8 часов вечера. Но тем не менее, мы видим, что подмасти стоят. Стоят там какие-то леса для того, чтобы попасть до свода. И стоит большое количество неких металлических емкостей, где, очевидно, средства для ремонта хранятся. Хотя с этой стороны мы видим, что работы, судя по всему, шли до последнего. Потому что остался только небольшой кусочек. Вот как раз за этой опорой, который еще не восстановлен. Все остальное вроде бы обновлено, красиво сделано. И пока непонятно, будет ли здесь что-то сделано с водоотводом. Потому что я уже говорил, что вот там вот коллектор есть уже. Прокопали, соединили его с городским коллектором. Но мы пока здесь не видим никаких выводов, выходов под этот коллектор. Может быть, это будет сам метрополитен делать. Надо отметить, что со стороны эта лестничка смотрится сейчас очень даже красиво и презентабельно. Особенно на фоне этого шикарного небоскреба. Ну а далее мы видим, никаких работ больше не велось. То есть как там была такая дамба защитная, полуразрушенная, так она пока и находится в том же состоянии. Ну что ж, пришло время перебраться нам к ограде метрополитена и посмотреть, что там задумали. Итак, мы с вами идем вдоль ограды метрополитена. Вы, конечно, видите, в каком она ужасном состоянии. И это еще ее лучшая часть на этом участке. Такая покосившаяся, еще такая чисто советская, заскорузлая. Как я помню в своем детстве вот такие заборы ставились. Ну а дальше мы с удивлением обнаруживаем, что старая ограда не демонтируется, так как предполагалось изначально. А вдоль нее вяжется сетка, перевязывается с этой ограды. И, судя по всему, она будет выступать с одной стороны в роли несъемной опалубки, а с другой стороны будет ставиться отдельная опалубка и все это будет монолититься. Это, конечно, такое достаточно неожиданное решение. И я не знаю, тут пообщался с ребятами, они тоже говорят, мы не знаем, почему так решили делать, но почему-то сделали. Мы видим, так достаточно хорошо перевязана эта сетка сверху. Демонтированы все вот эти оградительные конструкции, которые были над... Ну, я не знаю, наверное, будет в таком случае просто срезать эти старые столбы, старые опоры. Пока непонятно, что с ними будет. По логике им нечего оставаться. Ну и, пользуясь случаем, мы можем заглянуть за стеночку. Мы никогда сюда не заглядывали. Метрополитен, он такой непреклонный достаточно, хотя я общаюсь с его пресс-службой, с пресс-секретарем, но мне постоянно дают ответ, что мы сейчас не водим журналистов, обозревателей. И не водят они по причине, что якобы некому их сопровождать. Хотя я думаю, что всем было бы интересно посмотреть обзорчик на ремонтные работы в метро, живом, настоящем. Потому что когда строящееся метро там, где у нас Киев Метрострой, это по-своему интересно, но когда метро эксплуатируемое, это интересно по-своему. Но, к сожалению, никаких пока вариантов с этим у нас нет. Разве что можете, как обычно, писать в метрополитен непосредственно к ним на страничку и просить, чтобы сделали нам какую-то обзорную экскурсию. Может быть, это и сработает. Ну вот я сейчас с вас развлекаю, но, по сути, мы идем вдоль этой стенки и видим, в каком это все состоянии здесь. Здесь уже практически не перевязана она, то есть это все еще будет в работе. Тут еще какой-то участок перевязанный. То есть работы начались какое-то время назад, но когда они закончатся, трудно сказать. Может быть, карантин к тому времени уже закончится, может нет, потому что с такими планами, как вот решили это делать, тут работы очень много, вы это можете понимать. То есть это на протяжении всего моста, это все надо перевязать в вертикальном состоянии. Вы видите, сколько здесь было заанкерено шпилек для того, чтобы это все закрепить. Ну вот так вот. Тут мы видим вообще, какое ужасное состояние имеется эта ограда. Она полностью вывалилась кусками. Даже арматура в некоторых местах полностью прогнила. Тут мне тоже не совсем понятно. Она наклонена сюда, поэтому так ли это оставят или нет. Ну вот так вот. Опять же, пока никто не знает, что будет сверху. Будет ли эта сплошная бетонная стена еще выше. Но, судя по всему, нет, потому что иначе сделали бы выше выпуски арматур. Может быть, здесь будет какое-то ограждение, типа колючей проволоки. Либо же, вроде такого, имитации перильного ограждения. Пока неизвестно. Но, как видим, сейчас, я уже сказал, 8 часов вечера. Но, тем не менее, ребята-строители тут что-то делают. Насколько мне известно, здесь та же самая фирма работает, которая, в общем-то, и этот мост приводила в порядок. И, кстати, мы идем, вы заметили, по техническому тротуару. Мы видим, что все, что мы следили за чем, оно в хорошем техническом состоянии. Ничего нигде не поизносилось, не попроваливалось, не облупилось. И все красиво здесь. То есть, работа сделана была на совесть. Вот здесь начался еще участок девственный, с которого не демонтировано это перильное ограждение. Можем посмотреть, как оно было, как оно держалось с близко. Мы видим, как оно все пораскрывалось аж. Это не надрезы, а это просто полопались трубы. И от ржавчины вот так вот они раскрылись. Я еще раз уточнил у ребят, как же все-таки здесь будет верхушка. Ну, я уже сказал, они не знают подробностей, но сказали, что какие-то закладные будут бетонироваться в торец верхний. Стены чьи этой, так что что-то будет. Предполагаю, что может будет что-то наподобие вот такого стиля, как сделано ограждение внешнее на мосту. Но может быть поменьше. Это все предположение. Еще обращаю ваше внимание, что вся эта арматура, она заанкерена в ранее забетонированную плиту. Здесь тротуарный блок, напоминаю, у нас, в котором лежит лоток, там кабели какие-то размещены. И вот это все где-то неделю назад делалось. Вот вы видите, даже там где-то оно подбетонировано было. Вся эта масса арматуры вдоль всего моста было выставлено вот только-только. Кстати, по мере моего продвижения по этому тротуару, там все больше и больше становится рабочих. Из чего я могу предположить, что здесь есть даже ночная смена, потому что явно ребята с ночной смены собираются сюда. Я когда оборачиваюсь, там вижу все больше и больше оранжевых жилетов. Ну а здесь видим еще только-только заанкерили эти прутья. Кстати, мы видим, что анкерятся недостаточно интересны. Внешний ряд заанкерен четко вертикально, ну почти четко вертикально. А внутренний ряд, он сделан под углом, для того, чтобы потом некую придать напряженность при увязке каркаса. Надо отметить, что вот это вот способ крепления арматуры. Мне тут некоторые трудности создал, потому что достаточно трудно было пробиться через этот лес, но я уже практически прошел через него. Здесь осталось буквально на один пролет. И мы с вами спустимся вниз, посмотрим, как там под мостом дела обстоят у нас. Вот мы уже находимся на площадке перед мостом на гидропарке. Видим, что тоже существенно здесь ничего не добавилось, не поменялось. Мы спускаемся вниз. Здесь картина, в принципе, та же самая, которую мы когда-то уже видели. Здесь все восстановлено было, и уже, как обычно, все описано нашими художниками доморощенными. Здесь, я вижу, никаких не проводится уже работ. Тут еще, напоминаю, должны вот эту вот насыпь убрать, привести в порядок до конца откос. Я вам уже показывал, частично он забетонирован, по-новому. Тут еще будет лесенка, но пока здесь ничего не движется. И мы видим, там еще леса присутствуют и подмасти на опоре, и на следующей опоре, которые вот уже с началом воды расположены. Здесь видно то, что было красиво покрашено, уже расписано. Причем обе опоры расписали и по торцу расписали. Ну, в общем-то, здесь особо мне нечего комментировать. Вы сами все видите. Перейдя по автопроезду, мы видим, здесь немного довели до ума то, что здесь было. Здесь, напоминаю, была такая подпорная стеночка, очень некрасивая. Сейчас ее восстановили красиво. И также сделали подпорную стенку, собственно, под мостом, там, где откос начинается. Вот так вот все здесь красиво выглядит. Пока еще, на удивление, не описано. Кроме этого, пока видимых изменений здесь не наблюдается. Ну, что ж, а я на этом заканчиваю наш обзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу и к стройкам Киева. Большое спасибо нашим уважаемым донаторам, которые поддерживают наш канал. Большое спасибо нашим строителям, мостостроителям, дорожникам, всем, кто радует нас своими успехами. Пока все сидят на карантине и не знают, чем себя занять, то, соответственно, хотя бы какой-то глоток свежего воздуха. Видно, что что-то где-то строится и карантин когда-нибудь закончится. И все люди попадут на улицы, на дороги, на мосты. И увидят такой приятно изменившийся город. Поэтому всем строителям большое спасибо. Также благодарю всех, кто уже подписан на наш канал, кто оставляет нам лайки, комментарии, кто делит нашими видео в своих соцсетях. Этим вы нам очень помогаете. Если еще не подписаны на нас, подписывайтесь, жмите колокольчик, подписывайтесь на наш телеграм-канал, вступайте в нашу группу в Facebook, подписывайтесь на страничку в Facebook. Мы вас там ждем, там интересно. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых обзоров. Мира, добра, счастья. Здоровья, здоровья, здоровья вам и вашим близким. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok